Санкционка не пройдет. Сразу несколько партий товаров, запрещенных к возу в Россию, уничтожены на территории Владимирской области. Самое крупное это сыр, везенный к нам под видом молдавского. Его обнаружили на складе временного хранения. Некоторые коробки были перемаркированы. На двух четко прослеживалось, что сыр произвели в Польше. Но приехал он к нам действительно из Молдовы. То есть не исключено, что этикетки переклеивались там. И это говорит о нечистоплотности молдавских партнеров. По России сыр перевозила одна из московских фирм. Информацию о том, что предприниматели возят санкционку, будет направлена в полицию. Размер партии больше 20 тонн. Оценивается она в 7-8 миллионов рублей. Весь груз был уничтожен. Говорить о том, что лучше бы этот сыр раздавали бедным, неправильно. Потому что санкционный товар по закону подлежит уничтожению. А конкретно этот сыр еще и был опасен для здоровья. Ну, во-первых, это был не сыр. Судя по маркировке, которую мы обнаружили, это был сырный продукт. То есть полуфабрикат сырный. У Росельхознадзора, во-первых, не имеется информации о доброкачественности этого продукта. О полном составе этого продукта. И поэтому мы не можем судить о том, что данный продукт вообще можно употреблять в пищу. В 2014 году против нашей страны Запад стал активно вводить экономические санкции. Мы ввели ответные. И сейчас не принимаем продукцию как растительного, так и животного происхождения. В частности, из стран Европейского Союза. Незаконная продукция из молочного ряда попадает в область нечасто. Особенно в таких количествах, как эта партия сыра. Гораздо чаще выявляются незаконно везенные фрукты. Сразу два таких случая зафиксированы в конце прошлой недели. В Покрове арестована партия груш весом 74 килограмма. А в Гусь-Хрустальном на складе предпринимателя нашли 81 килограмм яблок и 124 килограмма груш. Как и сыр, фрукты прибыли к нам из Польши. Их изъяли из оборота и уничтожили. И опять специалисты надзорного ведомства советуют не жалеть о том, что данный товар не попал на столы россиян. При покупке продукции для дальнейшей розничной реализации или мелкооптовой реализации у предпринимателей должны быть документы, подтверждающие их качество и происхождение. То есть накладные. Накладные на момент проведения проверки отсутствовали на складах.